Что делать, если хрустят колени при приседаниях? Обычно в таких случаях диванные мастера и тренера и по качкизму, по разным направлениям качкизма, я имею в виду, и по легкоатлетике, по всему-всему-всему рассказывают, что нельзя ничего делать. Ничего не делай, не двигайся, не катайся на велосипеде, не бегай, ходи очень осторожно, не сгибай лишний раз колено, потому что будет ай-яй-яй. Как правило, говорят они это ни от большого ума, ни от больших каких-то знаний, ни от большого опыта, просто люди хотят лишний раз перестраховаться. И те случаи, когда, в принципе, заниматься было бы можно, но они просто не знают, почему и как, о них нафиг, 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 нафиг. Зачем лишние риски, зачем лишние геморрой? Даже если этого риска там одна сотая процента, все равно нафиг, не надо им такие геморройщики. Наведу один пример из жизни. Есть у меня один старый друг, которого я в свое время отвел в качалку. И до этого он мне рассказывал, что вот у меня там больные колени, я ходил на легкую атлетику. Потом тренер заметил, что колени хрустят. Сказал, все, у тебя вообще в легкой атлетике никакого будущего нет. Он то ли хотел серьезно заниматься, то ли отжать какое-то спортивное звание, потому что у него мама мастер спорта по легкой, по каким-то там, по средним дистанциям или по коротким. Короче, занимался он легкой атлетикой, тренер заметил, что у него хрустят колени, говорит, все. Ты почти труп, аккуратненько ходи, не сгибай лишний раз колени, никакого велосипеда, никаких бегов. Вот. Ходи пешочком, как пенсионер, аккуратненько. И он так и ходил несколько лет. А потом, потом он мне это рассказал. Я говорю, что за фигня вообще? То есть мы просто в ускоренном темпе там куда-то шли, я не помню куда. Я говорю, да давай поднажмем. Он говорит, не-не-не, мне нельзя быстро, колени, 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 колени. В общем, такой, как полупенсионер себе вел. В общем, отвел его в качалку, провел ему коротенькую беседу, минут на 10 объяснил, что это не проблема. Дальше начал он приседать со штангой. Сразу, конечно же, с пустым грифом. Хотя нет, перед этим мы поделали выпрыгивание с глубокого приседа. Либо с полного приседа, как это принято называть. В общем, поделали, все нормально, колени не болят. Провели еще несколько тренировок, колени не болят. Добавили пустой гриф, все отлично. Добавили вес небольшой, отлично. Ну, дальше вес начал расти. И колени не болят по сей день. Вот, несмотря на то, что они хрустят. У меня, кстати, тоже колени хрустят. С самого детства всегда они хрустели. Слава богу, что мне в детстве никакой авторитетный дядька не сказал, что мне нельзя ничего делать. Потому что я бы, наверное, долгое время думал, что это правда и потерял бы кучу времени. Но, тем не менее, я занимался потихонечку. Что хотел, то делал. И все было достаточно нормально. В общем, в чем суть? Суть в том, что если у вас хрустят колени, но при этом вы можете делать приседания, бег, велосипед, всякую разную фигню, любые упражнения, вы чувствуете себя комфортно. И есть только хруст в коленях. Это вообще ни о чем. Это ничего не значит. Тем более, в каких-то любительских занятиях, в фитнес-формате я имею в виду. Возможно, у людей, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, когда они будут тренироваться, блин, в усиленном режиме по 8-10 часов в сутки, либо по полдня и так каждый день всю свою жизнь, может быть, это имеет какое-то значение. В это я не углублялся. Но в любительском формате это вообще не проблема. Вообще, запомните, одно простое правило по опорно-двигательному аппарату, то есть, в частности, связке сустава, сухожилья. Если вам кто-то рассказывает, что там какой-то хруст, какой-то щелчок, это неправильно, так быть не должно, поэтому вам нельзя то или иное движение делать в той или иной амплитуде. Но вы его делаете, и вам комфортно, вам нормально, вы не чувствуете никакой боли, никаких сильных дискомфортов, то забудьте про вот эти предостережения. Потому что вы обрастете этими стереотипами, которые люди говорят, как правило, на всякий случай, чтобы перестраховаться. И вот вы перестраховываетесь в 5 слоев и боитесь потом лишний раз согнуться, и от этого у вас проблемы. Почему? Потому что, если, к примеру, не двигать коленями, проблемы будут 100%. Ну, может быть, ни в 20, ни в 30, в 40 будет с коленями просто беда. Потому что самая распространенная проблема с суставами состоит в том, что ими не пользуются. Это касается и позвоночника, и коленей, и абсолютно других всех суставов. Вот, поэтому, если вы делаете все нормально, ничего не болит, нету никаких сильных дискомфортов, то продолжайте делать. Либо же, если вы начали делать, к примеру, начали приседать, у вас там что-то неприятное в коленях. Попробуйте поменять амплитуду, либо укоротить ее, либо выбрать именно ту часть амплитуды, которая вам больше всего нравится. То есть, не полный разгиб, полный сгиб, а, к примеру, чуть-чуть привстали и почти распрямили, ну, на примере с коленом. То есть, можно выбирать любую часть амплитуды, в которой вам комфортно работать и работать. Можно убавить вес, можно добавить вес, можно убрать количество повторений, можно добавить количество повторений и так далее. То есть, нужно выбирать, всегда можно подстроиться и найти оптимальный вариант. Ну, и, естественно, если разрабатывать суставы, то нередко бывает так, что были какие-то проблемы, потом они ушли, потому что суставы, как и мышцы, постоянно восстанавливаются. И они всегда притираются друг к другу и, значит, костям, короче говоря, меняют свою форму. Это касается суставов позвоночника и колен, и других суставов. Поэтому просто нужно уметь слушать свой организм. Вот и весь секрет. И не обрастать тупыми стереотипами, и все будет хорошо. Это что касается хруста в коленях и в других суставах. Чуть позже я запишу еще видос по щелчкам. Есть такая тема, когда не хруст, а вот именно щелчок. То есть одно сухожилие перескакивает из одной части колена, к примеру, в другую часть колена. Что делать в этих случаях? Я не поленюсь, сниму упражнения и покажу вам прямо сейчас. Хотел потом, но покажу сейчас, потому что у меня сегодня хорошее настроение. Значит, что делать, когда у вас есть щелчки не хруст, а щелчки в коленях? Показываю. Постараюсь показать вам нормально свои колени. Заранее прошу простить за слишком длинные волосы на ногах. То есть я не из тех людей, кто бреет себе ноги. Лосин у меня нету, поэтому кому не нравятся мои длинные, пышные, кудрявые волосы на коленях, I'm sorry. Значит, что нужно делать? Значит, если у вас хрустят, не хрустят, а щелкают колени, как правило, есть здесь определенные тоненькие сухожилия. И когда вы приседаете, приседаете, приседаете до определенной амплитуды, и потом оп, такой щелчок неприятный. То есть сухожилие перескакивает с одной части колена в другую, потому что оно не нашло свое место. И что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы это сухожилие нашло свое место и не вылетало никуда. Значит, что делаем? Берем свою ладонь, вот моя ладонь. Значит, находим здесь вот такую вот выемку. Блин, как, о, видно. Находим такую вот выемку. Находим на колени здесь, вот я согну колено, и здесь есть как бы такая плоскость, такая и плоскость такая. Две этих плоскости создают что-то вроде угла. Вот здесь, в этой части, где заканчивается коленная чашечка и еще, и уже начинается мышца, есть сухожилие. Вот его можно нащупать руками. Вот. И нужно вот эту вот часть ладони, показываю какую, вот эту часть ладони, вот эту, положить именно четко на эти сухожилия. Кладем их туда, вот чтобы вы их чувствовали. То есть, как бы, вы должны чувствовать угол чашечки вот этой вот частью. Оп. Вот этой вот части вы должны чувствовать угол коленной чашечки, и там есть такие достаточно отчетливые сухожилия. Кладете одну руку и другое. Очень-очень крепко прижимаем, очень крепко прижимаем, но коленной чашечки как бы не сдвигаем. То есть, напрягаем ноги, и приседать нужно не в том положении, когда вы коленной чашечки сдвинули вниз, а когда вы напрягли квадрицепсы, положили ладони куда надо, я уже объяснил как, прижали и приседаем, удерживая свои сухожилия в том положении, в котором они есть. Делаем это упражнение раз по 20, приседаем в полную амплитуду, присели-встали, присели-встали, присели-встали. То есть, основное, что я хотел вам показать, куда класть нужную руку, в какую часть колена. Вот. И, значит, один подход утром, один подход вечером, также перед тренировкой ног, после тренировки ног. Если вы это будете делать хотя бы утром, вечером и на тренировке, то за месяц-два вы заметите очень-очень значительные сдвиги. Вот. Дальше вы можете просто включить по умолчанию это упражнение перед тренировкой ног. Можно просто ввести в разминку. У меня, к примеру, ноги идут в самом начале, потому что тяжелое упражнение. Ноги сделал и все. И остальное все фигня. Значит, делаем это упражнение перед тренировкой ног. Также это способствует более лучшей разминке. И дальше вы будете удерживать эти результаты. То есть, сухожилия встанут на свои места и будут там стоять. Вот. Потом, в принципе, можно и не делать. У меня была такая фигня. Я исправил его буквально за несколько месяцев. Сейчас я не всегда делаю это перед тренировкой даже. Но стараюсь не забывать на всякий случай, потому что это также помогает лучше разогревать суставы коленные. Ну, в общем, разминку помогает делать более качественно, скажем так. Поэтому, если у вас хрустят колени, либо есть вот такие вот щелчки, нужно прежде всего определить, что это щелчки, либо хрусты. С щелчками, как работать, я вам показал. Потому что щелкает только это сухожилие. Других вариантов там для щелчков нет. Что касается хрустов. По хрустам все очень просто. Если ничего не болит, нет никакого дискомфорта, то приседаем и не паримся. Ну, либо если это касается другого сустава, делаем и не паримся. Если есть, тогда находим оптимальную амплитуду, оптимальный вес, в общем, оптимальный стиль тренировки, для того, чтобы не было ни боли, ни дискомфортов. Вот и все. На этом все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok